Господи, благодарны Тебе, Иисус, за это драгоценное время, Господи, и за то, что Ты даешь нам осознание, когда мы погружаемся в Тебя, Иисус, что Ты здесь среди нас, и Ты сосредоточен на нас, Господи, Своей любовью, Своим покрытием, и желаешь нам освящать себя, Господи, через Слово Свое. Благослови эту небольшую мысль в качестве вступления, Господи, во имя Твое, молимся и просим. Аминь. Аминь. Евангелие от Луки, 24 глава. Ой, 24 глава, 4. Так, 4 глава. 4 глава, давайте прочитаем с вами 18-19 стихи. Иду, Господень, на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господне благоприятное. И я хотел бы привлечь ваше внимание именно к 19 стиху, а именно к выражению этому «Лето Господне благоприятное», размышляя над ним, размышляя также над утренним словом о том, что ему дано было это проповедовать нам, «Лето Господне благоприятное». Интересно, в оригинале это слово звучит как год, то есть начало, такие размышления могут быть, начало определенного периода и завершения определенного периода, может быть, определенной диспенсацией или еще какого определенного времени. Интересно, если поразмышлять об этом времени с точки зрения времени года, то есть лета, то мне сразу на ум приходит то, как Бог в книге «Бытие» выходит в прохладу дня, прекрасное время лета, когда есть прохлада этого дня. Вы помните, когда совершилось то, что произошло с Адамом и Евой, то есть они пали, Бог вышел в прохладе дня. И я подумал о том, что время, допустим, наше до Христа, оно тоже проходило в этой прохладе дня. То есть иначе можем сказать, в соответствии с римлянами первой главы 18 стиха, общей благодати. То есть мы можем представить это, что и Господь через многих праведников, верующих выходил и искал нас. То есть Он, безусловно, знал наши имена и звал нас тому, чтобы приблизить нас к Себе. Как здорово! И Он давал нам осознание, что мы, вглядываясь в Его природу, физическую природу, опять же в эту прохладу дня, несмотря на то, что произошло грехопадение, посмотрите, насколько великолепна Вселенная, Его творение. И, вглядываясь в Его творение, Он давал нам определенную картину о том, кто Он, о том, что Он всемогущий Бог. И также другая картина, то, что Он пришел как младенец. Он пришел ради того, чтобы стать жертвой за нас. И мне представилась эта удивительная картина, что все это время для нас, для нас оно было неосознанным, а для Него каждая деталь имела удивительный, то есть входила в удивительный план, как Он, образно говоря, звал нас. Так же, как звал Адама, можно прочитать там удивительные слова любви в его обращении. Так и нас все время звал и приближал к себе. И приближал к себе именно к Евангелию. Мы долгое время могли отвергать его. Возможно, некоторые приняли сразу. Но удивительное, так или иначе, все это время до Христа мы можем обобщить, как все равно прохлада дня. Потому что во всем это время Он пытается приблизить нас к себе, а именно к себе, к Евангелию, чтобы мы приняли его. Далее время уже другой период, другой год, мы можем сказать, или другое лето. Лето со Христом, но лето со сознанием, кто Он, удивительный Господь Бог. И вот когда мы познали Его и продолжаем познавать, мы все больше и больше начинаем, во-первых, поражаться Его откровению, что несмотря на разные, образно говоря, времена года, которые могут быть у нас, опять же, вместе с ним мы можем переживать лето благоприятное или прохладу дня. Лето благоприятное, кстати, это слово, которое… Там значение идет принятое им, утвержденное им, в соответствии, исходя из того, что это Его благодать, Его любовь, и Он утвердил это, чтобы обратить это к нам, чтобы преподнести это к нам. И вернемся к этой же мысли, к другой мысли, к предыдущей мысли. Посмотрите, мы можем переживать духовным образом, на духовном уровне разные времена года, образно, и стужу, и штормы, и жару. Но когда мы познаем Его пищу в Иисусе Христе, всегда это будет удивительная прохлада дня. Почему? Потому что Его пища будет говорить нам о Его жизни нескончательно. И вот один отрывок, я подумал о таком отрывке, это Деяние 27 глава, помните, кораблекрушение, на лодке люди его не слушают, и в итоге они начинают этот путь, затем их начинают носить по воде. И, в общем, все приходит к тому, что Он успокаивает их. Он говорит о том, что не волнуйтесь, если мы прочитаем с вами 33-34 стихи Книга Деяний. Давайте откроем с вами Книга Деяний. Деяние 27 глава, 33-34 стихи. «Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу». Мы видим с вами суть того, что Он раскрывает нам свое удивительное лето благоприятное. Это время церкви, время благодати в различные времена года духовным образом. Суть заключается в том, что Он всегда готов поделиться этой пищей о Его любви. Даже если будет какое-то внешнее кораблекрушение, я подумал об этой картине, что кораблекрушение – это словно кораблекрушение нашего внешнего тела, то есть физического тела. А вот кораблекрушение нашей внутренней жизни или жизни Иисуса Христа мы не потерпим, о чем здесь говорит апостол Павел. Почему? Потому что Он будет освещать нам, что мы уже вошли в эту удивительную духовную прохладу дня, в это лето благоприятное в нем. И мы не можем потерпеть духовным образом внутреннее кораблекрушение, что бы ни происходило. Но познавать мы это с вами можем и отождествляться с этим мы можем, когда вкушаем пищу вместе с ним, да и таким образом, что это все выливается удивительным ободрением в нем. И в шторм, и в различные виды кораблекрушений, как здесь мы с вами читаем. Как здорово! И, наконец, третий период или третий год, который вечный, который мы ожидаем, который предвкушаем, о котором размышляем, но словно вглядываемся в него. У меня была мысль, я ее потерял, об этой вечности. Но, действительно, как здорово нам думать о том, что мы будем в вечности с Иисусом на небесах. Это удивительная благодать. Это будет другого рода лето. Это будет, если можно так обозначить, лето вечное с Иисусом Христом. Лето покоя с Иисусом Христом. Уже ничто не будет нас тревожить. А, вот я вспомнил эту мысль. Иногда люди могут воспринимать небеса как прекрасную природу. Часто можно увидеть это. И мы иногда тоже можем именно таким образом отождествляться с небесами. Хочу ободрить вас, там будет еще лучше. Почему? Потому что весь взгляд наш будет, вся наша поглощенность будет на Иисусе Христе. А он, конечно же, лучше. То есть, не видел того глаз, не слышал того уха, что ожидает для любящих его. Это будет намного выше. Это будет вечное, если можно так выразить, лето с Иисусом Христом. Которое ожидает нас. Которое сбудется. И почему оно будет лучше? Потому что мы будем поглощены Иисусом Христом. А он, безусловно, лучше. И нас это ожидает. Это вечность вместе с ним. Мы предвкушаем. Мы ожидаем. И как здорово, что это не пройдет мимо нас. Но это впереди нас с Иисусом Христом. Аминь. Благодарю вас, Господь.